дорогие друзья всем привет сегодня 4 мая вы видите как мы тепло одеты это потому что так холодно стало вдруг сегодня дует очень холодный ветер так вот моя лента в фейсбуке запестрила фотографиями маслят 2021 года и сердце бьется все частише пришлось ехать до лису мы приехали в шульговский лес который как вы знаете полон чудес ты наверно яблонь какать вот посмотрите друзья мы направлялись в эти сосенки сосенки молодые и по пути по пути через вот такой осенничек нам повстречались вот такие вот сморчище очень приятная издалека увидел какого катя дохлого нашла эти тоже какие-то такие я не знаю не на это просто взрослая ой нравится и мне нравится глянь кать какой тверденький хороший вот так вот за маслятками мы приехали давай максим видно отходят уже да там совсем сухой здесь секретное местечко сюда наверно никто не заходит вот о чем свидетельствует вот эти вот ушедшие в мир иной старые сморчки вот мы дошли до болотушка видно ли его водичка там а а здесь уже отходящая в мир иной сморчковая шапочка кать будем такую брать пусть уже тут она она уже все отжила свое и вот пройдя дальше мы выходим на полянку сморчков конических до таких конических настоящие эталонные конусы до кать но берите раз пропустил я просто самых красивейших сразу узрел вот они садовые гномы молодцы складывайте их на пенечек они своей ценности не утратили немножко подсохшие до максим кота вот смотря не не раздавить и там он сейчас я покажу на пока ты их обрабатывай катюша раздал задачи а вот смотри пропустили какой хороший вот так вот мы за маслятками выехали до ой катя смотри какие там экземпляры здесь просто не ступала нога грибника я в этом уверен и вон и вон и там бери бери зайчик ну складывай корзинку а катюша разуверилась свою корзинку мне отдала а я свою оставил в автомобиле не ну такие прям уж совсем дряхлые мы не берем это же деликатес европейский ну да на маме отдай ой а там торчат так я погнал вот это местяк мы нашли дакать вот крупничок для фаршировки самое то за самым крупным добрался вот он на маменьки отнеси да к сожалению уже не отходят выглядят не столь презентабельно но брать еще можно их уже не с пустыми руками домой возвращаться честно говоря да мы думали уже но мы уже к автомобилю двигались на маменьки держи держи корзинку масеньки а масенька корзинку не захотел брать ленивеньки наверно вот они молодые сосенки мы сегодня полдня проходили в старых соснах нет вообще ничего ноги стерли по ягодицы покажите этот еще свежачок маслят не нашли ну лес лесу рознь в одном может уже пошли а в другом и не пахнет свеженького маленького да я вижу десяток наверно да или больше на одном месте эти вообще свежие смотрите только выросли какой это взрослый же он такой добери ну не бери как хочешь что все сил нету нету домой идем ой смотри кать какая красота наш нос заложила от аллергии ну шо катюша сбылась мечта это он родименький да держи первенец но 2021 года и совсем практически не поеденный ну где-то три ходика есть да да на полянках не набрыхал и вот так вот жиденько это местность выглядит там чуть сосенок там чуть-чуть молоденьких ну шо я как истинный корзиноносец хожу за катюшей которая находит масляточек так ну шо характерно мы ведь привыкли их искать под соснами они постоянно попадаются ну как постоянно второй наш попадается на полянке где-то ну ты молодец давай я вообще ничего не вижу я просто устал да у меня же аллергия ой смотри какой чисто он корзинель его наконец-то да и что сбылась уже на обратном пути можно сказать мы просто остановились не надеялись на дорожку как бы так сказать присесть под кустиком а тут маслятки а я думаю постят фотки прошлого года и утверждают маслята пошли майский масленок нельзя конечно полностью отдать победу катюши ну потому что это я сказал что надо вот в таких местах они растут до но на 25 процентов я их нашел а какой аромат исходит из корзины вот сморчки они как-то не пахнут а маслятки истинный грибной аромат не знаю мне кажется мне все время казалось что под таким палящим солнцем они не любят расти да они именно там и растут по правилам ищем то молодом соснички это в старом а там а там ничего они в траве да на полянках а я тут недалеко повстречал постоянных зрителей своих мне и подсказали что на полянках а я как-то не придал значение 5 ты как думаешь можно это уже назвать открытием по маслятам вот интересно что их заставило там вырасти на открытом месте можно сказать лоб нам до под палящим солнцем и такие голенькие какие-то маслята эксгибиционисты тут ничего нет кроме вот этого островка такой сочной травы квадратик надо выходить туда так называемый жидко-сосновый лес да он похожа и травушка такая пучочками кочечными да о кать катя иди я нашел пупиночку одну очень маленький но очень приятненький тут еще кто-то утрылся надеюсь не накалкал там никто а этот что-то совсем червивенький совсем плохо такой маленький жаль что я ему обрежу она дыр а не смотри можно о шляпочка еще они там да то чё нормальная шляпочка я такие привык употреблять в пищу весной он наверно максим звонит максим пожелал остаться в машине ну давай мы тебя с придем заберем ну вот полюбуйтесь полюбуйтесь тут же совсем нету деревьев практически далеко она увидела головы да голенькие 2 джекпот ну нельзя сказать что совсем чистенький вот один совсем чистый с белое золото кидай нормальный ну там может один где-то зашел ничего мы его выкурим соленой водой да надо искать не в деревьях видите а вот на такой пустынной местности вот я нашел настоящий свой первый масленок правда он уже не знаю то по моему он уже слишком взрослый жаль вот ножка у него съеден ножку а ну на вырежетом мясо сколько ребятинка тут неподалеку еще один нет красивее два вот один вот второй начнем вот этого ну понятно что чуть-чуть они будут под червивенькие тут уж выбирать не приходится но бывают и чистяки нормально поднялся очень серьезный ветер катя уговаривает малого чтобы он не кипишевал в машине потому как у нас пошло дело мы все равно его сейчас заберем вот это хороший смотри этот же не червилый почти почти и этот хороший этот оставляем на семена а вот он из морочки разбавили масляточками хочу показать вам посмотрите как лишайник что ли окрасил это дерево оно же стало цвета хаки до такого яркого или как этот цвет назвать вот тут вот кто-то спрятался ой ну я его не знаю кто бы это мог быть максимка смотри какую я красивую шишку нашел у меня светло-коричневая у тебя серенькая тут как будто баба яга недалеко живет за местечко похоже услышишь как зловещий скрипит сосенка смотри на эту невесту ну вот эту грушла ты кого подумала попался мне такой малюсенький грибочек сейчас посмотрим какой он там ой какой хороший о а вот неподалеку еще один а ты что-то нашел нашел старые ну я их оставил я тут возле катюши как кот в масле вот какой серенький можно подумать он не хочет чтобы его нашли слегка червоват вернее шляпка сносная вот эта местность жиденькая как я ее называю жидко сосновый жидко хуйный лес моллюск ману ой чистяк чистячочек смотри божья коровка свережет вот это ты его нашла видо видал? ага все он тут копался так ух ты ну что еще нормальный должен быть? ага конечно нормальный там не стою здесь максик а шо ж ты молчишь? что ты такой экземпляр нашел? на тебе ножичек ну ка покажи ну червоват слегка давай ему ножку обрежем посмотрим что же там а дальше он чистый класс не успели червячки залезть как притаился смотрите оп я конечно буду надеяться что он тут в тени опа и он хороший а он наверное так не очень в общем друзья прошло немало времени немного мы уже изучались но понаходили понаходили вот у Максимки есть и у нас тут ассорти весенние хотелось бы пожелать вам удачи пожелать вам поставить мне лайк подписаться на канал и будьте здоровы пока 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 пока